Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франс. Читая ваши комментарии под моим последним видео, я поняла, что очень многих заинтересовала тема, на какие вопросы французы не любят отвечать, какие вопросы французам лучше не задавать, и наоборот, какие темы они обсуждают с удовольствием. Ну, из моего опыта могу сказать одно. Французы очень разговорчивые, они любят поболтать на очень многие темы. Они обсуждают свой дом, они обсуждают свой сад, они обсуждают политику, они обсуждают свои путешествия. Иногда мы даже собираемся и просматриваем видео, сделанные в этих путешествиях, но есть, конечно же, табу, такие запретные темы и вопросы, которые, как я поняла, лучше им не задавать. На первое место я бы поставила вопрос о доходах и о зарплате. Здесь даже родственники, близкие родственники, вот родители у детей не спрашивают, сколько они зарабатывают, и то же самое делают взрослые дети, они никогда не спрашивают, там, какая у тебя зарплата или какую премию ты получил. И, ну, с одной стороны, я считаю, что это правильно, потому что каждый имеет право на какую-то свою личную жизнь, и отчитываться о доходах мы должны, наверное, только перед налоговой. Следующая тема, которую французы не любят обсуждать, и они никогда не будут критиковать, они никогда не будут делать замечания, это тема одежды. Здесь настолько просто относятся именно к внешнему виду, конечно, они все ходят чистые, все постиранное, не всегда поглаженное, потому что тут в Европе как-то они очень заморачиваются, они могут постирать льняные брюки, надеть и идти, даже ни капельки не смущаясь от этого, хотя мы привыкли, что хлопковые льняные вещи мы выглаживаем, хотя они ужасно мнутся, но все равно мы тратим время и электричество на глажку этих вещей. И поэтому даже если ты придешь в какой-то недорогой одежде, никто тебя не осудит, и никто тебе даже за глаза не скажет, что вот она покупает какие-то вещи в дешевых магазинах, а она покупает вещи там брендовые марки. Здесь к этому относятся как-то очень просто. Если у человека позволяет доход, он может купить как дорогую вещь, так и недорогую вещь. Если у человека не позволяет доход, то никто того не стесняется, он идет и покупает вещи на виды гриньер, это такие блошиные рынки, где можно найти мебель и одежду, старые игрушки, книжки, телевизоры, тренажеры, ну в общем все, что можно там найти, вы найдете. Затем не обсуждается внешность. Здесь настолько как-то вот они, даже когда человек не очень красивый, они никогда не скажут там, никогда не обсудят. Они вот детки даже бывают, ну обычный ребенок, но нет никаких таких там выдающихся каких-то черт лица, или там он полненький или худенький. Они всегда говорят, ой, какой у вас красивый, замечательный ребенок, как ты прекрасно выглядишь. Они вот, чем мне нравятся французы, они стараются, даже если ты там уставший, даже если ты там, ну больной после болезни, они все равно найдут то, что похвалить. Пусть у тебя нет прически, они все равно скажут, красивые волосы, красивая краска, красивая стрижка, или там у тебя красивая сумочка, красивые туфли. Вот даже моя соседка, вот выхожу я за почтой, в обычной домашней одежде, какая-то рубашечка, какие-то шорты или джинсы, но ничего такого сверхъестественного. Я ведь за почтой иду, я дома нахожусь. Она всегда найдет, ой, какая у тебя блузочка симпатичная, какие у тебя брючки, это новые. Вот вы знаете, это очень приятно. Конечно, это такой большой контраст, вот когда я приезжаю к маме и выхожу, и бабушки вот на лавочках сидят, и они начинают, я не помню, кажется, я уже рассказывала эту историю, когда я приехала весной, и с Миленкой, Миленочке тогда было, ну сколько, годик, да, годик, нет, не было даже ей годика, потому что мы были, нет, как раз после годика, потому что у нее день рождения в феврале, и мы поехали в конце февраля и были до середины марта. И, естественно, коляска, вот эти памперсы, горшок, я помню, перла, ну все, ну вообще такая странная, можно же было эти вещи, в принципе, купить и в Украине, но у меня почему-то как-то вот такая, наверное, чеканутая мамаша везла то, к чему ребенок уже привык. И, естественно, что я себе взяла? Одну курточку потеплее, одну курточку легенькую и двое джинсов. И вот я же выходила с Миленочкой гулять, покормлю ее и выхожу гулять, и бабулечки, которые там сидят, ой, Лилечка, а что ж такое? Что же у тебя, одни джинсы и одна курточка? Понимаете, я не представляю, чтобы французы, даже видя тебя год в одной и той же курточке и в одних и тех же джинсах, они никогда тебе не зададут вопрос, что у тебя что, нет больше другой одежды. И если вы, конечно, будете общаться с французами, то старайтесь вообще эту тему как-то обходить стороной. Никогда не хвалите, что, ой, это что у тебя там, какая-то брендовая вещь или там, ой, а что это у тебя там, одежда неизвестно откуда. Да, они к этому относятся спокойно. И как бы эта тема, в принципе, вообще не обсуждается. Потом тема питания. Здесь сейчас, знаете как, идет вот такая вот тенденция, очень многие переходят на биопитание, на какое-то там вот эти всякие добавки, на какие-то вот эти вот мука специальная. Очень много за последние годы открылось биомагазинов, где, ну, продается даже биохлеб, там, биокофе, биочай, биомука, биосахар. Ну, в общем, все био, как это здесь называется. И многие люди, которые приезжают туда и покупают именно в этих магазинах. Но есть люди, которые считают, что это все полный бред, и все вот это вот био, это создано для того, что, ну, как бы это коммерческая акция, чтобы заработать побольше денег. И чтобы, как бы, не было вот такой вот войны между людьми, они как-то стараются эту тему не поднимать. Также не обсуждаются предпочтения в питании. Если, многие, я знаю, я даже видела своими глазами, что когда человек вегетарианец или сыроед, или, ну, предпочитает какую-то такую свою пищу, там, находится на какой-то специальной диете, они приходят даже на свадьбу, приносят с собой еду вот в таких вот контейнерах пластиковых, относят на кухню, им разогревают, и на тарелке вместо положенного меню им принесут ту пищу, которую едят. Никто на это не обращает внимания, никто тебе не скажет, что это ты, значит, тут лобстеров подают, а ты принес и грызешь свою морковку вместе с гречневой кашей и каким-то там сырым яблоком. Они к этому относятся всегда с уважением, и, ну, никогда даже за глаза они не будут это обсуждать, потому что у каждого есть свой выбор, и каждый решает, чем ему питаться, как ему питаться, сколько раз, или вообще не питаться, в общем, здесь их никогда тебе даже, вот если там кто-то говорит, что вот я нахожусь там на таком режиме, там, я пять суток голодаю, пью там какие-то тизаны, или там какие-то смузи и так далее, никто не скажет, ой, ты что там сумасшедший, там, это дурная диета, брось вот это, начни там есть мясо, или там начни есть овощи, а не делай вот этого, они как бы к этому, это личное дело каждого, и эта тема никогда, ну, по крайней мере, в моем окружении не обсуждалась. Потом состояние здоровья. Они здесь не делают разницы между инвалидами или там людьми с каких-то, ну, с такими более серьезными проблемами, как там церебральный паралич, или там люди, дети, или там люди уже взрослые с болезнью Дауна. Эти люди могут приходить в кинотеатр, никто на них не смотрит косо, никто не говорит, никто не разглядывает. Очень часто, когда мы выезжаем на побережье, вот в инвалидных колясок, в инвалидных колясках прогуливают вот таких вот деток, и к ним относятся, ну, так, как будто ты даже не замечаешь, что с человеком что-то не в порядке. Я за это французов настолько уважаю, я настолько вот, понимаете, как у нас как-то, ну, я не могу сказать, что не принято, но люди какие-то любопытные, они как-то разглядывают, как-то вот смотрят, если там ты не такой, как все, на тебя обращают внимание. Здесь не обращают внимания, здесь ты равный, здесь ты такой, как все. И, знаете, люди вот с такими заболеваниями, у них совсем другой взгляд, у них обычные глаза, они не стесняются своего состояния, они себя чувствуют полноценными членами нашего общества. И вот это мне, конечно, очень нравится. Ну, да, по состоянию здоровья, все, что хотела сказать, они не обсуждают вот эту тему, но они на все вот это вот реагируют очень спокойно. Если ты там кого-то встречаешь в лаборатории, они могут сказать там, я болен тем-то, тем-то, я пришел, сдам анализы, и все будет со мной в порядке. И как-то вот, знаете, я тоже первое время после операции у меня немножко, ну, как бы, такое вот было, можно сказать, ну, не то, что депрессивное состояние, но немножко такое унылое, все-таки, думаю, в таком возрасте и такое случилось, и как бы, как я буду жить дальше и так далее. И потом, когда я вот стала общаться с людьми, с такими же проблемами, как у меня, я поняла, что меньше всего на это нужно обращать внимание. Об этого не нужно скрывать, об этом можно открыто говорить, а не так, что, ой, я там чем-то болен, об этом нельзя говорить, об этом нужно молчать и так далее. Но французы, они не обсуждают этого, они это принимают так, как это есть. Нет у тебя вот этого, ну, и что, ты-то есть, ты живой, и как бы никто не будет говорить, что там, вот, а ты знаешь, вот, а у твоей соседки там сделали операцию, или вот ты знаешь, там, твой сосед там тем-то, тем-то заболел. У них это, ну, темы нормальные, и никогда вы не увидите какого-то там негатива или какого-то там такого сочувствия, что, ой, ты бедненький, несчастненький. Они всегда поддержат, но эту тему предпочитают, как бы, в кругу общения, не обсуждать и не задавать лишних вопросов по состоянию здоровья. Дальше ещё хотела бы сказать о том, что мне здесь ещё нравится, тема, которую они не обсуждают и чего они никогда не сделают, в отличие от нас. Они никогда не будут тебя поучать, как тебе нужно воспитывать твоего ребёнка. Это твой ребёнок, это твоя семья, и это твои проблемы, как ты его воспитаешь. У нас очень многие, те же самые бабушки, те же самые соседки, те же самые коллеги по работе начинают говорить, а вот ты знаешь, там у Наташки, там или у Машки дочка курит, а вот ты знаешь, у того там в 12 часов ночи сын с дискотеки пришёл, а вот тот там плохо учится, а тот там не так одевается, или там, а вот та не так нос утерла своему ребёнку, или там ребёнок упал на площадке. Здесь французы, никогда к тебе никто не придёт и не скажет, что ты сделал что-то не так, или что твой ребёнок там не воспитан, не так воспитан, вернее, как он считает, потому что они здесь также уважают личное пространство, они также уважают родителей, потому что дети-родители, это семья, это их, короче говоря, не касается, и как ты воспитаешь своего ребёнка, это уже твоя проблема, но поучать тебя никогда никто не будет, и никогда ни на каких мероприятиях, даже когда вот мы просто собираемся с семьёй, все знают, что там у кого-то кто-то лучше воспитанный ребёнок, у кого-то более капризный, но никогда никто не будет говорить, что, а вот ты знаешь, вот у меня в классе, вот там есть девочка, или там есть мальчик, так вот он там такой-сякой-сякой, я считаю, что это очень правильно, и что поучать или что-то вот навязывать в воспитании чужих детей, ну я считаю, это вообще неуместно, ну в принципе всё, что сейчас мне быстро пришло в голову, об этом я рассказала, если ещё вас что-то интересует, пишите мне в комментариях, и я буду делать видео на темы, которые вас интересуют, всё, дорогие мои, целую и обнимаю, всем хорошего настроения, хорошего дня, и до новой встречи, пока-пока!